Вины перед обществом. Правозащитный проект ГУЛАГУНЕТ опубликовал фотографии документов, которые подписывают завербованные на войну заключенные. В них, в частности, говорится, что заключенные обязуются не разглашать сведения о своей судимости и где он отбывал наказание. При этом правозащитники и юристы утверждают, что юридической силы у этих документов нет, то есть на основании этих бумаг заключенных не могут выпустить из колонии. Также с ГУЛАГУНЕТ связалась жена одного из заключенных из Калужской области и рассказала, что его увозят на расстрел. О том, как государство отправляет зеков на войну и чем это оборачивается, далее в материале моих коллег. Это фрагмент последнего разговора бывшего заключенного Виктора Сивальнева с его женой Лилией Аюповой. Вероятно, предсмертный. По словам Аюповой, муж позвонил и сказал, что его везут на расстрел. Он сказал, что приехала машина, сказали, что все, собирайся, расстрел. И вот он звонил уже из машины. Но вроде бы он объяснил, что бригада разбежалась. Сивальнев отбывал наказание в Калужской области. По данным ГУЛАГУНЕТ, в начале октября его с еще несколькими сотнями осужденных отправили в Луганскую область, а позже назначили командиром роты. В боях мужчина получил ранение. Соединения в Луганске понесли огромные потери, а часть военных разбежалась. Сивальнева забрали из госпиталя и повезли на внесудебную казнь. Мое решение о защите народа и отечества принято мной с целью искупления вины перед обществом за совершенное преступление. Такую бумагу подписывают осужденные с Федеральной службы исполнения наказания и Министерством обороны. Документы оказались в распоряжении правозащитников. Среди прочего, в них говорится, что после полугода работы на фронте осужденный может рассчитывать на освобождение из колонии. Все это в обход официальных процедур амнистии и помилования. Это кадры задержания бывшего майора полиции из Ростова-на-Дону Сергея Кадацкого. Пять лет назад его приговорили к 15 годам за убийство своей жены и покушение на тесте. Правда, отсиживать столько лет ему не пришлось. Накануне стало известно, что Кадацкий погиб на войне в Украине. Глава самопровозглашенной ЛНР посмертно наградил Кадацкого медалью за отвагу. Пал смертью храбрых на поле боя, говорится в указе. Из той же Ростовской области ранее отправился на фронт заключенный Павел Рудаков. Его приговорили к 13 годам за разбой и убийство по неосторожности. Выйти на свободу Рудаков должен был через чуть больше года, но ушел на войну. В октябре он погиб под Бахмутом. Об этом стало известно только спустя месяц. Заключенному Евгению Еременко из Петрозаводска оставалось сидеть 8 лет. Но летом из колонии мужчина отправился на войну в составе ЧВК. А через месяц его матери пришла похоронка. Как стало известно позже, бывший зэк также погиб под Бахмутом. Я нужен Евгений Анатольевич. Самой резонансной стала история Евгения Нужина. Правда, погиб он не под обстрелами противника, а от кувалды своих же. Будучи в плену, Нужин дал несколько больших интервью, где говорил, что завербовался в ЧВК, сдался в плен добровольно и хочет сражаться на стороне Украины. О том, как именно Нужин оказался в подвале, где и произошла казнь, неизвестно. Видео жестокой расправы над бывшим заключенным облетело весь мир. Очнулся в этом подвале. В сентябре и октябре, в самый пик мобилизации, количество заключенных в российских колониях сократилось на 23 тысячи человек. Такие данные приводит Медиазона. 23 тысячи – это же число приводят правозащитники при оценке завербованных зэков.